Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 кто какое слово сказал, кто на встречу пошел, каково сочетание планет. И, соответственно, она делает вывод, идти сегодня или не идти, потому что она говорит, если я пойду так, встреча обязательно произойдет, она будет благоприятна. А если вот в это время пойду, то лучше не ходить, потому что что-то непредвиденное помешает нашей встрече. Как-то так, есть начинающие, есть люди, живущие в миру, есть души, которые активно практикуют сознание Кришны и есть находящиеся на высшем уровне. На каждом уровне все это может по-разному рассматриваться и действовать, но то, что приметы, они работают, то это так оно и есть, на самом деле. И в Шимадбагу очень много в Махабхарате описывается, как Махараджи Иштира, он очень внимательно наблюдал за приметами, которые происходят. И также там наставники, там Дрон Ачария, он часто очень обращал внимание, в какую сторону шакал побежал, в какую сторону завыл он, куда бегут коровы, в какой момент, с какой стороны обходят коровы, там что-то. Ну какие-то есть приметы такие, которые... И нужно понять, что... Я как-то читал какие-то книги еще в молодости, там описывается, про... Ну жители леса, скажем так, да, там люди, которые ушли в отречение, живут в лесу, и они умеют разговаривать с природой, с различными живыми существами, с животными, растениями. И у животных и растений, у них есть определенная интуиция в плане предсказаний. И там существует Штар Махараджи тоже, он рассказывает, что там жил некий в Садху, в лесу, ну, на какой-то горе. И должно было произойти землетрясение. И эта гора должна была, ну... этот холм должен был разрушиться, и Садху должен был быть там погребен в этом, то есть он должен был там погибнуть в этом холме. Но Садху был такой очень, он любил всех, окружающий мир, и окружающий мир в виде живых существ тоже очень любил его. И какие-то животные приходили, там олени, еще какие-то животные, они проводили общество, общество этого Садху. И когда вот приближалось это землетрясение, там олени, еще какие-то животные, они пришли, начали врагами выталкивать Садху с этого места, где он жил. Садху послушался, ушел, и через какое-то время, через непродолжительное время, произошло землетрясение, этот холм обрушился. Таким образом, ну, есть приметы, которые однозначно, они связаны с этим миром, есть, а есть некие поверия, которые могут сбыться, могут не сбыться, все зависит от силы нашей веры, нашей мысли. Ну, вот, что касается этого вопроса. Благодарю. Все понятно? Ну, так, тут еще у меня назрел рядышком вопрос про знаки. Если позволят остальные слушатели, я бы еще задал бы такой вопрос, как знаки. Мне кажется, это близко к приметам. Ну, вот, в частности, я обращаю внимание на цифры, на часах, да, время, ну, допустим, есть там 10-10, да, 15-15, либо зеркальные, там, скажем, 15-51, вот что-то такое. Вот, я считаю, что это некие знаки, но пока не понимаю, как их трактовать. То есть, как бы, ну, и условно для меня все пока положительные, да, вот, и, ну, просто надо в этот момент остановиться, вспомнить, о чем я думал в этот момент, и вот как-то понять, что делать дальше с твоей длиной мыслью, вот, что можете сказать. Ну, не читали Пелевина книгу «Числа» называется? Нет. Почитайте, он все об этом очень подробно рассказывал. Пелевин «Цифры»? «Числа», «Числа» называется. А, «Числа», ага. Я как-то в молодости читал эту книгу, мне очень понравилась она. Ну, она такая в полуэмуристической, в полуправдивой форме. Немножко он подстебывается, конечно, над всем этим, но с другой стороны, оно так оно и есть, на самом деле. Ну, там, я вкратце скажу, там, ну, там некий человек, бизнесмен живет, и он как бы, ну, я уж не помню, получался у него бизнес, не получался, но он потом заметил, что если он основывает свою жизнь на цифре 34, у него все очень хорошо получается. И он как бы так, значит, закрепился на этом, и все решения принимал относительно этой цифры. То есть, если там документ подписывать, если в документе есть цифра, он подписывал, а если нет, он как бы откладывал. И у него все получалось, как бы. Ну, да, да, вот что-то в этой области. Он стал очень успешным, таким бизнесменом, как бы, то есть, все у него хорошо было. Потом он заметил, что стала появляться цифра 43, то есть, противоположная, как бы. И когда эта цифра появлялась, то у него было, как бы, все, как бы, наперекосяк, как бы. Вот, и, ну, соответственно, он, значит, начал сбегать. Потом он начал искать, откуда эта цифра взялась. Потом еще что-то там, сопоставил там танк 34 и танк 43. Там Т-43, то есть, там 34, это наш, российский, танк 43, это германский, там. Потом оказалось, что там один некий, тоже другой бизнесмен. Ну, и противоположный лагерь, он поклоняется именно этой цифре 43. Ну, интересная книга, на самом деле, там, интересны все эти взаимосвязи. И, в принципе, очень многие живут цифрами. Я помню, в молодости мы тоже жили цифрами, там, номера машин, там, тоже время, там, какое выпало. Ну, мы до сих пор, там, время, час 08 вышло, благоприятное время, выезжаем, как бы. Ну, бывает так, садишься в машину, и раз, на часах, там, час 08, там. Вот, думаю, хорошее время выезжаем, благоприятное. Ну, их много таких моментов, как бы. Ну, а это тоже, как бы, оно все работает, на самом деле. То есть, есть некий язык, язык этого мира. Язык этого мира с нами. Можно через цифры, можно через природные какие-то вещи видеть. Ну, разные слова, которые произносят окружающие люди. Очень много знаков, если как бы человек. Ну, опять же, нужно всегда понимать, что все зависит больше даже не от этого, а зависит от нашего восприятия, то есть, ну, как мы воспринимаем этот мир. Потому что все же, то, что воспринимаем мы, может, другой человек совсем не воспринимать. И он будет жить в другой парадизме совершенно. То есть, и Господь, Он говорит, что, на самом деле, вокруг нас та реальность, которую мы сами создаем, и какую мы хотим, и как мы ее хотим трактовать, так и мы будем трактовать ее, на самом деле. И Господь, Он говорит, я еще во всем этом живому существу помогаю. То есть, я укрепляю его веру. И в богологите есть такой стих, что невежественные люди поклоняются полубогам. И я укрепляю их веру в этот процесс. И это действительно работает. То есть, если мы будем поклоняться к какому-то определенному полубогу, то все у нас будет получаться в материальном мире, и наша вера, она будет расти. По поводу любого момента, будем говорить, мы же говорили, что это работает. Это у каждого человека есть свои схемы, и все эти схемы рабочие. Все они божественны, на самом деле. Но, в конце концов, Господь говорит, что этим занимаются люди, находящиеся где-то в невежестве. Потому что, в конечном итоге, мы должны поклоняться Господу. Просто, если мы находимся на абсолютном уровне, на абсолютном уровне восприятия, тогда, как мы начали с этого, то тогда у нас это будет иметь некий другой оттенок, потому что это некая рогануга-бахч, то есть спонтанная преданность, и нас интересует исключительно удовлетворение Господа. Если мы находимся на мирском уровне, на уровне кармы, то мы находимся в иллюзии и строим парадигмы своих иллюзий, соответственно, со своим восприятием. То есть, в центре мы находимся, и мы всегда думаем о том, как это приведет нам пользу личную. Победим мы соперников, не победим, заработаем денег, не заработаем, все что-то. Все имеет смысл. Просто, скажем, животные, они живут просто, у них сон, еда, совокупление. Люди, они более разумные, у них, в принципе, то же самое, но добавляется некое сознание, основанное на каких-то приметах. Но если в центре мы сами, то надо что-то делать, на самом деле, с этим, потому что это будет приводить все равно к различным формам иллюзии. И рано или поздно мы опять будем погружаться в мир более невежественный, чем человеческий мир. Мы можем, конечно, подняться на какие-то более высшие сферы, планеты полубогов каких-то, если мы пополняемся к программам. Вот нужно понять, в чем наша цель, и пытаться идти именно к этой цели. Все можно задействовать на пути к этой цели, но мы должны понимать, что все в центре, в конечном итоге. Хрия Кришна. Благодарю. Да, Дандалаты. Хрия Кришна. Ну что еще, может быть, какие-то у кого вопросы возникли? Дандалат Махарач. Да, Назар. По поводу совпадений с цифрой, такое у меня сегодня даже заметил. Иногда разные преданные в разных странах, разные махараджи читают разные книги, но при этом в рамках одного дня или нескольких дней одна и та же тема поднимается, или даже один стих какой-то. Почему такое совпадение происходит? Да, это вот очень хорошая тема, на самом деле. Я постоянно задумываюсь, я особенно, ну, у нас, не знаю, с чем это связано. Мы с Вадутом Махаражем никогда не договариваемся, какие мы будем темы рассматривать, лекции. Иногда бывает, мы рассматриваем одни и те же темы, то есть, причем очень параллельно и совершенно в один день там, допустим, я могу или после него, ну, скажем, он дает лекцию, я потом даю свою лекцию, не слушая его, а потом после своей лекции, скажем, слушая его лекцию, и смотрю, он говорит о том, что только что я говорил, хотя, ну, я, может, так даже создаться впечатление, что я сначала послушал его, потом пересказывал, но я, ну, не слушал эту лекцию, и наоборот бывает, то есть, сначала я даю лекцию, потом он начинает эту же тему рассматривать или как бы продолжает даже, причем это, ну, явно, что он не слушал то, о чем я говорю. Это, ну, такая постоянная, и на самом деле это связано с другой областью, это связано с тем, что мы подключены, мы просто находимся в рамках своих тел, но мы подключены все к определенным личностям из других областей, либо это полубоги, либо это какие-то божественные личности под руководством, либо это гуру, да, то есть, который, ну, это самое такое вот для нашего момента, то, что гуру, он же вне времени и пространства, он использует, если мы, ну, сконцентрированы на этой цели, то мы будем выдавать тему, которая нужна здесь, сейчас, то есть, это, ну, относится к тому, что принцип гуру, он заключается в том, что личность, которая выполняет, выполняет, выполняет эту роль, она не находится, скажем, на уровне трансляции знания, которое, ну, скажем, я вот прочитал книжку, потом ее пересказывал, хотя, ну, такое тоже может быть, вот, по крайней мере, чтобы подключиться, но практически трансляция идет, как бы, неосознанно, ну, до какой-то степени мы осознаем, что происходит, но на самом деле, ну, как некий поток идет, он включается и передается, и если, скажем, несколько личностей, ну, скажем, как ты сказал, Махараджи, они подключены к одному и тому же потоку, то, соответственно, будет транслироваться одна и та же идея, одна и та же мысль, одни и те же шлоки будут включаться, причем это будет происходить, не сговариваясь. Поэтому из этого мы можем как раз сделать вывод, что все находится под контролем, ну, как бы, как сказали бы какие-то персоналисты, они бы сказали, все находится, как бы, в рамках одной вселенной, да, то есть, или пространства, то есть, ну, такое некое безличное. Но в нашей традиции мы всегда говорим, что мы подключены к потоку определенных личностей, определенных гуру, которые вещают с определенной подачей, то есть, ну, с определенным умонастроением и определенные шлоки, соответственно, транслируются для того, чтобы, поэтому мы часто повторяем, что весь мир, весь мир – это, ну, безграничное количество, скажем, там, живых существ, ну, в частности, людей, которые находятся все на разных уровнях и все подключены к разным, ну, к одному божественному потоку, но который разделяется по уровню развития данных живых существ, потому что мы из жизни, в жизнь развиваемся, то есть, я вот сегодня тоже приводил примеры, ну, я вот часто привожу там вот, про изучение Каббала, да, то есть, вот Каббала, она заканчивается на том, что высшее заключение Каббала, что это существует реинкарнация, вот Бхагавадгита – это, как бы, уже продолжение, то есть, что, даже не то, что, это не совсем продолжение, на самом деле, потому что Каббала – это более-бы такая материалистичная наука, которая обучает тому, как управлять этим миром, как контролировать его, а Бхагавадгита – это чисто духовная наука, но она начинается, как раз, с идеи реинкарнации, то есть, и таким образом мы видим, что где-то в каких-то духовных традициях, мы сейчас говорим даже о религиях, а мы говорим о духовных традициях, хотя полностью духовная традиция должна в своей основе иметь идею вечности, то есть, реинкарнации, но некоторые традиции, так как они рассчитаны, ну, скажем так, образно говоря, для начинающих, они даже, ну, не говорят о реинкарнации или даже говорят, что нет, ее не существует, реинкарнация. Причем, если это более-менее продвинутая личность, они не будут говорить категорично, что не существует реинкарнация, они скажут, что мы в рамках нашего пути эту идею не рассматриваем. То есть мы для того, чтобы не заблудиться, потому что можно запутаться, если мы сейчас примем идею реинкарнации, нужно будет все же объяснять, пересматривать все. Поэтому у нас существует рай, существует ад, существует добро, зло. И нужно жить определенными категориями и, соответственно, действовать. Не понял. А, нет, сейчас будет закончиться, я пойду туда, на программу. Там же люди сейчас придут, тоже ваятся на лекцию. Я потом уже не буду кушать. Так, ну вот как-то так. Я часто очень замечаю этот момент, что вроде бы не сговаривались, говорим об одном и том же. Вот, ну, тоже размышлял над этим вопросом. Тоже пришел такой ответ, что все же личностно, все находится под контролем определенных личностей. И эти личности, они не материальны. То есть им не нужно звонить, они просто... Дух нисходит, скажем так, да. Дандават Махараш, одно из наставлений, всегда помнить о Кришне. Но если это не получается, как быть? Ну, очень такой наш главный вопрос, как всегда помнить о Кришне. Но много разных наставлений по этому поводу. Как наш говорил Грудев, на этом пути мы будем делать бесчисленные ошибки. И мы должны просто бесчисленное количество раз исправлять эти ошибки. То есть и самая главная ошибка, что мы забываем. Даже это не ошибка, а наша болезнь, невежество, что мы постоянно забываем о Господе. Поэтому для того, чтобы помнить, мы должны, ну, в первую очередь, чтобы это был не абстрактный Кришна. То есть, ну, потому что мы можем так технически пытаться думать о Кришне, да. То есть, вот, что интересно Кришна захотел, а как он там, там, ну, технически себя заставлять книжки читать или еще что-то. Вот, ну, на каком-то этапе, может быть, это нормально, но на самом деле, чтобы реально помнить о Господе, мы должны быть связаны с реальным служением, и это служение должно быть как можно более ответственным. Я помню, как-то тоже мы служили, это было в начале двухтысячных, я служил на Кисельном, и мы строили Кисельный в Москве храм, и, ну, постоянно, такое служение было, мне постоянно нужно было ездить на рынок, закупать стройматериалы, привозить их, увозить, то есть, и вот целыми днями проходила вот такая вот деятельность, то есть, и я потом как-то, ну, спросил у Авадута Махараджи, я говорю, ну, Махараджи, ну, что делать, я Кришна даже не помню, я вот постоянно как бы занимаюсь тем, что, как бы, вот, у меня цемент, кирпичи, там, блоки в таких, в деревьях, как бы, целый день на рынке, с одного рынка на другой, перескакиваю, там, что-то заказываю, он говорит, так это самое главное, надо думать о цементе, о кирпичах, но мы же это делаем в служении, поэтому получается, что мы, на самом деле, думая о кирпичах, думаем о Кришне, потому что мы же для него все делаем, поэтому в этом и заключается йога, что мы должны иметь реальное служение, связанное с реальным прославлением Господа, то есть с реальным, как бы, не просто, там, механически, там, сбивать в голову Кришны, а мы должны просто делать свое служение как можно лучше для Кришны или для Гурудева, да, потому что нам, в принципе, то, что хочет Кришна, нам транслирует Гурудева, поэтому, ну, очень правильно делают те преданные, которые, которые периодически, ну, спрашивают, даже, может быть, они, может, стесняются спрашивать, там, думают, что это глупые вопросы, но это не глупые вопросы, на самом деле, что они спрашивают, переспрашивают, а правильно я вот делаю, может, Махараш какие-то дополнительные наставления дадите, может быть, там, вот, что-то подправить в моем служении, может быть, я что-то не так делаю, это очень правильный подход, на самом деле, потому что, ну, бывает, стесняемся, там, думаем, что вот Гурудев занят, там, Махараш занят, вот, что там, отрывать его, Но на самом деле это такая, ну, бывает просто мы не хотим, я по себе знаю, что бывает не хотим просто, чтобы, а вдруг Гурдев там скажет, что все наоборот, что все это нужно, что мы все неправильно делаем, наше мнение, оно как бы ошибочно и все придется ломать. Ну, так очень часто бывает на самом деле, но если мы идем по подлинному пути, мы должны постоянно держать эту связь, совершать эту йогу, йога, она заключается в том, что мы хотим подлинным образом удовлетворить Господа, не то, что там мы на себе вообразили, что там вот Кришна любит только жареную картошку, и вот мы все время там готовим Кришне жареную картошку, как бы, А может Кришна что-нибудь другое сегодня хочет, он не только жареный, может он хочет каких-то вегетарианских пельменей, или там еще чего-то, вот, и таким образом мы должны, ну, постоянно держать эту руку на пульсе, не воображать себе, что вот мы научились наконец-то угадывать желания Господа, вот, потому что мы же как бы все вовремя делаем, Ну, подчас это как бы не совсем, поэтому иногда нужно не стесняться и даже рисковать, да, рисковать, задавать вопросы каким-то образом, пытаться, вот, но не забывать и также выполнять то служение, которое на нас уже нагружено внимательным, ответственным образом, то есть мы должны вот этот момент, что взять ответственность за какое-то служение, нести, нести эту ответственность, вот, отвечать, но не бояться переспросить, потому что, так вот, история про друзей и спутников Шивашидара Махараджа, братьев его, там, по-моему, Адов Махарадж, Гаслами Махарадж, они говорят, мы, у нас у всех есть ответственное служение, мы занимаемся проповедью, это уже было после ухода из гуру Бакстанса Расвайт-Такура, вот, но для нас после ухода Бакстанса Расвайт-Такура авторитетом является Шивашидара Махараджа, вот, и поэтому мы выполняем свое ответственное служение в разных, разных регионах страны, вот, но мы как и движемся по принципу симхолакана, да, то есть так, как ходит лев, то есть лев, он идет и периодически оглядывается, то есть у него уверенная, как бы, дорога, но он все время оглядывается, то есть мы, то есть так же мы идем, как бы, уверенно, он, соответственно, выполняет свое служение, но всегда огрядываемся на Шивашидара Махараджа, потому что мы пытаемся понять, что он думает, или услышать, что он думает по поводу выполнения нашего служения, как мы правильно делаем или неправильно, и это очень важный путь, тогда вот эта память о Кришне, она становится естественной, то есть мы, как бы, естественным образом встаем, там, ну, очень важна наша загруженность и ответственность, то есть мы должны вставать и быть, ну, заняты, то есть, ну, у нас не должно быть, что мы сидим там, думаем, ну, что я сегодня до Кришны сделаю, может быть, туда пойти, может быть, сюда пойти, поэтому нам нужно, ну, загрузиться, загрузиться по полной, и чтобы все наши дела, они были связаны именно с этой, с этой областью, тогда у нас просто не будет даже возможности не думать о Кришне, то есть мы будем думать о Нем постоянно, и будет выполняться самое главное условие, и вот о мысли, а там, а как же мы сами, да, вот как же наш там отдых, там, там, мое кино там какое-то там или еще что-то, они, ну, постепенно уйдут из нашей жизни, потому что, ну, у нас не будет хватать времени на все эти дела, как бы, и мы должны, ну, в каком-то моменте сделать усилия, уйти от этих вот собственных интересов, и это будет очень большой шаг в сторону нашего извлечения, то есть поэтому, ну, преданные приходят, я приезжаю когда-то в Лахту, допустим, мне вот нравится тут несколько преданных, которые в гараж, я вижу, что в каждом, как бы, приездом они вот все более ответственные становятся там, все больше у них служения появляется там, я сначала, ну, приезжал, они, ну, к примеру, там, раз в неделю приходили в храм, там, ну, совершали там, ну, там, полы подметали, что-то такое делали, сейчас они уже гостей встречают, там, еще что-то делают, там, занимаются, там, участвуют в фестивалях, подготовки к фестивалям, все это происходит постепенно, но видно, что они заняты, и видно, что это их просто вдохновляет продолжать дальше путь, и это и есть память о Кришне, они могут, конечно, тоже там жаловаться, вот что-то у нас о Кришне не получается думать там, еще что-то, но если человек думает о том, как правильно выполнить свое служение, как лучше его выполнить, это, в принципе, является, является память о Кришне, и еще, ну, Кришна, он заверяет во многих местах, в священных писаниях, если даже в момент смерти мой преданный не сможет святощить свой ум на мне, я сам сделаю так, чтобы войду в его ум, и Кришна будет помнить обо мне, я вот просто, для меня очень был такой хороший опыт, скажем, урок, как уходил наш брат Нарайан Махарадж, и я видел, что ему очень тяжело было, ну, последние дни, то есть, ну, боли, вот-то все, но он постоянно себя вот как-то вот концентрировал, и он иногда забывался, то есть видно было, что, но потом было видно, что кто-то невидимо входил в него, как бы, в него и заставлял его, как бы, ну, думать в определенном, правильном настроении, и это вот и есть, это как раз относится к предыдущему вопросу Назара, как раз о том, что, ну, как вот, каким образом одни и те же темы рассматриваются в разных странах, в разных городах, причем не договариваются, это вот, ну, вот, это говорит о присутствии Верховного Господа везде, во всем, и его могущество безграничное. Единственное, что нам необходимо, это уверовать во все это, то есть не просто верить, да, то есть Шрадха – это самая главная вера, да, то есть наша вера, но эта вера, она, в конце концов, должна перейти в уверенность, и уверенность, она может только при одном условии перейти, наша вера, это если мы будем постоянно связаны, быть связаны с этой областью, то есть мы постоянно должны быть преданными, постоянно общаться с ними, постоянно культивировать в себе это сознание, то есть, и самое главное, конечно, быть постоянно вовлеченным в преданное служение, и это служение должно быть не каким-то абстрактным, там, надуманным, а именно оно связано быть, то есть мы часто очень приводим этот пример из жизни баксистанца Раслава Токура, когда он, ну, проповедовал, и он встречался с людьми, которые, ну, искренне, там, повторяли имена Господа Рамы, там, или имена Господа Кришны, там, или искренне вызывали, ну, какому-то Господу, он всегда спрашивал, его первый вопрос был, по чьим руководствам вы совершаете свое служение? Ну, и очень часто ответ был такой, ну, а зачем нам руководство, мы непосредственно напрямую служим Господу, там, Господь сам руководит нами, и, как правило, баксистанца Раслава Токура ничего не говорил в таких случаях самому человеку, но своим ученикам он говорил, что, ну, это мошенники, как бы, они думают, что, что они, ну, совершают служение, но на самом деле они просто, или мошенники, или очень начинающие преданы, конечно, актикари, то есть которые только стали на этот путь и думают, что вот так все. Но подлинное служение, оно заключается в реальной, в реальной постоянной связи, то есть мы должны быть реально постоянно связаны с, ну, может быть, не всегда с Дик Шигуру, но Дик Шигуру может, но Шик Шигуру это самое главное, то есть со своим Шик Шигуру. Шик Шигуру, опять же, он может быть безграничный, может проявляться там через каких-то определенных личностей, или через одну личность, или сам Дик Шигуру выполняет функцию Шик Шигуру, ну, то есть чаще всего и благотворнее всего, если это так происходит. Ну, Дик Шигуру может обозначить кого-то как Шик Шигуру для какого-то человека или ученика, и таким образом будет это, но эта связь должна постоянно поддерживаться, и мы постоянно должны быть уверены, что это происходит, что-то реальное. То есть и это, когда мы связаны с реальностью, нам это очевидно, на самом деле. Если мы не связаны с реальностью, мы можем, конечно, другим доказывать, что мы связаны, что мы служим к Решне, мы там думаем о Нем с любовью, вот, размышляем о Его трансцендентных ливах, как бы, вот, но это может быть иллюзорное лива, иллюзорное восприятие. Ну, опять же, каждый случай, он индивидуальный. Рея Кришна. Ну, я надеюсь, что я бы к какой-то степени ответил на этот вопрос. Рея Кришна. Так, Арджун, Арджун Кришна, Дандаваты, наши поклоны еще раз. Дандават Махарад, что такой вопрос задать? Давно он уже зреет. Ну, так получается, у меня очень часто в голове, в уме баджины крутятся разные, вот, чем бы я ни занимался. Вот, и меня все волнует вопрос, то есть, не может ли получиться так, что я таким образом, там, оскорбление на носу, когда эти баджины, например, какой-то неподходящий момент в голове играет, вот, может, лучше, надо как-то контролировать эти моменты. Что вы скажете на этот счет? Ну, смысл в том, что святое имя или махамантра, оно должно постоянно крутиться у нас в голове. Ну, естественно, естественным образом, может быть, какие-то вещи, как бы, должны, ну, есть такое понятие, как крамольные мысли, мы должны их избегать, этих мыслей. Ну, они, бывает, просто переплетаются у нас с чем-то духовным, но лучше пускай крутится баджина в голове, чем что-то другое, поэтому даже это хорошо, а если это будет, если эти баджины связаны с тем, что мы совершаем непрерывную севу какую-то, это вообще идеально. Вот я в Грудева как-то спросил, ну, в самом начале спросил, ну, по поводу воспевания святого имени, там, когда лучше воспевать, там, утром, там, или эпоксия, или, там, ну, какой-то период, может, время, ну, просто буквально. Он говорит, нужно постоянно воспевать, то есть всегда воспевать, где бы мы ни были, там, в чистом месте, нечистом, там, в туалете, то есть мы можем, ну, просто мантра, она должна постоянно в нашем уме звучать, ну, или баджина, это та же мантра, просто в другом виде, тоже святое имя, поэтому в любом случае благоприятно связывать, главное, чтобы просто это не переплеталось с какой-то, ну, с какими-то, у нас же бывает все путается, правильно, там, и негативные какие-то мысли, и это, и все как бы в одной куче, вот, ну, со временем, когда ум очищается, все становится другим, поэтому, знаете, вот я все, да, размышлял вот на вот этой истории из жизни, изливая господа Рамачандры, когда Вишваметра, Вишваметра, он пришел, да, Вишваметра, он пришел, попросил царя Дешарадхи, господа Раму, для того, чтобы он помог ему закончить, провести жертвоприношение, и он говорит, что вот я провожу жертвоприношение, вроде все идет нормально, и потом уже, ну, уже вроде бы заканчивается все, и появляются вот эти ракшисы, и начинают там испражнения кидать, жертвоприношение там, еще что-то, то есть, ну, оскверняется жертвоприношение, и не удается его закончить. Это очень важный момент, на самом деле, и есть такой момент, если мы сможем связать эти вещи, ну, скажем, говорится, что в Сати-югу демоны и боги, они жили в разных, там, вселенных, или, там, другой период, они жили на разных планетах, потом они жили в разных людях, а теперь они живут в одном человеке, вот, в Кали-югу. И вот нужно понять, что мы пытаемся, подобно этому совершить жертвоприношение, но вот эти вот крамольные мысли, там, оскверненные, да, какой-то, ну, какими-то гадостями, да, они приходят в голову, могут приходить в самый неприходящий момент. И, ну, вот, у меня просто аналогия возникла, вот, между этим событием тот же мудрец Лишвамитров совершал эти жертвоприношения, и тут приходили какие-то демоны, как бы, ракшисы, которые осквернялись с жертвоприношения. И то же самое, можно сказать, про нашу голову, да, то есть мы совершаем какое-то, думаем о чем-то благоприятном, потом в самый неприходящий момент приходят какие-то вообще идиотские мысли, да, там, и все портят, как бы. И мы вот должны понять, что это как раз, вот, ну, просто тогда это происходило в разных людях, или в разных личностях, а сейчас это происходит в одной голове. И все происходит, на самом деле, на плане сознания. И если мы поймем, что происходит, на самом деле, тогда нам будет легче. Поэтому в этот момент мы должны еще больше взывать Господа к его именам, то есть еще больше его призывать. Тогда Господь, он, на самом деле, особенно если мы, ну, периодически читаем эти ливы, вот есть такая книга, читание Шикшамрита, по-моему, точно называется, Шила Бахтинода Такура, где он говорит, что когда, ну, для того, чтобы избавиться от своих пороков, мы должны читать определенные описания определенных лил Господа. То есть там, ну, каждый демон, там, там, Путана, Тринаварта, там, ну, разная Праламбасура, все они олицетворяют определенный тип греха, там, там, гордыню, либо гнев, либо жадность, там, еще что-то. Вот. И когда мы читаем лилу, где Кришна, там, или Баварама, они убивают этих демонов, вот эти все вещи, они уходят из нашего сознания. То есть мы освобождаемся от этих пороков. То есть нам поэтому рекомендуют, я помню, когда мы были, нам вообще рекомендовали на ночь всегда читать «Источник вечного наслаждения». То есть там как раз в этой книге, ну, очень много, ну, практически вся книга, как Кришна, он там побеждает разных демонов, разных, ну, разные лилы происходят. И вот когда мы читаем эти, описание этих лил, то все вот эти вот пороки, демоны, они все уходят из нашего сознания. Поэтому, ну, вот таким образом мы должны, но то, что весь процесс должен быть непрерывным, это однозначно. То есть мы должны постоянно пытаться этот процесс, ну, сделать, там, баджина мы поем, там совершаем практическое служение. Ну, все должно быть пронизано на самом деле повторением святых имен, все должно быть связано с этим. Поэтому то, что баджина крутится в нашей голове, это хорошо как бы, а то, главное, чтобы не тараканы танцевали. В моей голове танцуют тараканы. Это как бы известная песня, как бы про всех, про всех живых существ. Вот поэтому мы должны разогнать всех этих тараканов с помощью святого имени. И на самом деле, когда вот, я вот просто за себя знаю, что вот, ну, бывает, просыпаешься, ну, то ли сон какой-то приснился, невозможно там сосредоточиться даже какая-то вот, в голове какие-то мысли такие, они отроятся там, надо это сделать, туда побежать, там кто-то позвонил до этого, там все это, все это в негативной форме бывает какой-то. Ну, я просто уже, если знаешь, что нужно просто сесть, успокоиться, начать просто повторять мантру, вот, и просто не думать ни о чем, а просто пытаться сосредоточиться именно на святом имени и на некой молитве, просьбы Господа о помощи, чтобы он как бы помог все это разрулить, опять же, для служения, не просто потому, что там нужно успокоиться. Вот, тогда вот происходит, могут происходить очень удивительные вещи. Но просто каждый из нас должен все это на своем опыте как бы собрать за годы, пока мы вот здесь живем, в этом земном воплощении, все вот эти вот опыты, и чтобы у нас, мы должны как можно больше этого опыта набраться. Поэтому мы должны как можно больше внимания уделять этому процессу воспевания, святого имени, особенно совместному воспевания. То есть, очень многие вещи просто, ну, для нас может показаться тоскеза, там, идти на службу, там, вот каждый день соблюдать садхану, там, с этими преданными стоять, петь, там, что-то как бы. Вот, но на самом деле именно это самое главное. Вот, как бы, вот это нам может на сегодняшний день показаться не таким важным, потому что важно же какие-то дела сделать, связанные с этим миром. Вот, поэтому я на днях, вот, у нас была там, был в храме, было в храме собрание по поводу, ну, были просто какие-то оральные дела, вот, ну, связанные с похоронами, там, и нужно, ну, не всегда у всех получалось, там, скажем, на всех службах участвовать. Но интересно то, что когда оральные дела закончились, вот, кто-то продолжал не ходить, скажем, на утреннюю программу, просто, ну, в силу там накопившихся усталостей, или еще чего-то там, или появились какие-то новые оральные дела, вот, кто-то себе что-то придумал. Вот, я просто прочитал, ну, такую внутреннюю лекцию нашим ребятам, что для того, чтобы решить все, все дела, и особенно так называемые оральные дела, вот, нужно обязательно ходить на утреннюю программу, потому что в момент утренней программы либо нам придет ну, осознание, как решить все эти оральные дела очень быстро, либо мы поймем, что, в принципе, это не оральные дела, какие-то, ну, нами придуманная сами рутина, которая мы себе в голову как бы, поэтому садхана, вот, особенно на начальном уровне, она просто необходима, то есть мы должны научиться, вот, концентрироваться, концентрироваться на нашем духовном служении, и тогда, как бы, а то, что баджина крутится постоянно в голове, то это вообще очень, очень даже хорошо. так, ну что, есть еще какие-то вопросы? Чуть-чуть добавлю про баджину. У меня тут жена с сыном ездили на озеро вчера, или, в общем, на днях, и мы какое-то время смотрели, ну, каждый день по чуть-чуть Махапкарату, ну, всей семьей, вот, но уже сколько-то дней не смотрим, вот, и Лева, сын, вчера, ну, они вроде вчера доездили, Валя говорит, целый, вот, всю поездку напевал какую-то там песенку, ему пять лет, там, песен небольшим, вот, с Махапкаратой, говорит, вообще на остановке, там, пока трамвай ждали, вот, там, на пляже, причем, всю поездку, так забавно. Ну, видите, как хорошо с детства, если ребенок, ребенок может соприкасаться со святыми именами Господа, то что может лучше? Мы просто даже плохо себя осознаем, насколько святые имена, они могущественные, они просто, даже вот, раз произнесенное полностью очищает всю атмосферу вокруг. Все демоны, говорится, когда имя появляется, то все демоны, бесы, они уходят. Мы думаем, какие демоны, вроде, ну, пустая комната, мы не видим, просто невидимых демонов, которые овладевают нашим сознанием, умом, и когда мы произносим святые имена, все эти демоны, они как бы, ну, они в нас, они проявляются как какие-то желания, вот, какие-то похоть, еще что-то, там, гнев какой-то, вот, но обращаясь к святым именам, все эти вещи, они уходят, то есть мы удивительным образом можем концентрироваться на каком-то служении, там, еще что-то делать, поэтому это очень благоприятно, если дети наши имеют возможность с самого детства, вот, я, ну, сколько вот за годы, там, существование разных храмов, я обращаю внимание, что в храмах дети почти не плачут, то есть они почти не капризничают, почти вот не устраивают, каких-то, ну, если вот в миру мы посмотрим, дети, они там ругаются, там, вот, истерики закатывают, там, вот, еще что-то, вот, в храмах этого почти не происходит, очень-очень редко, как бы, и то есть, ну, в храме какая-то возникла, может быть, ну, какой-то, ну, период какой-то неответственный какой-то или еще что-то, тогда, ну, на самом деле, когда вот и все события такие происходят, там, дети начинают ссориться, или плакать, или безобразничать, когда, ну, что-то не то происходит, значит, надо более сконцентрироваться, вот, и все, как правило, даже можно с детьми особо не беседовать, они сами с собой гармонизируются, если мы ответственно относимся, а если сами дети начинают еще тоже воспевать, то вообще очень хорошо, рейтышно. Благодарю. Да, наши поклоны. Так, ну, давайте еще минут 10, наверное, потому что у нас сейчас здесь в Питере начнется, я имею в виду, 10 минут еще есть у нас, потому что у нас сейчас программа, и там, ну, наверное, какие-то гости придут сейчас, потому что заявили, что Хрешкеш Мухараш здесь будет, там, какие-то общения давать, вот, поэтому если есть какие-то вопросы, задавайте. можно? Да, Леву Сангер, Дандаваты Хрешкеш Мухараш, дандаваты всем преданные. У меня вопрос по, по, коротенький, но важный вопрос. У нас был светлячок первый в Канаде, вот, то есть огоньки зажглись, нас было вместе 8 человек, вот, прошло хорошо, вот, немножко там волновалась я, но в результате потом списались мы с премдасом, и он меня немножко наставил, как вести клуб, вот, ну, в принципе, очень хорошо прошло, то есть прям долго сидели, обсуждали, вот, и люди принесли пищу сладкое кто-то принес, кто-то принес просто, ну, какое-то, ну, то, что можно скушать, вот, и как преданным, практикующим нам, ну, вот, как быть, да, вот, если тебя угощают и пробовать, и как в этот, ну, то есть я вижу, что я говорила как раз-таки о просаде, то есть меня спросила девушка, которая печет вегетарианские, ну, делает вегетарианские десерты, я говорю, тем более, ну, хорошо подносить Господу, и она меня попросила, то есть я принимала, вкушала, вот, то есть как быть нам, вот, в таком случае, вот, такой простой вопрос, но значимый, я вот за него стала переживать. в центре должно стоять наше желание служить, то есть наше желание, оно служить, оно связано с проповедью, в том числе с широкой проповедью, а широкая проповедь, она подразумевает, что мы очень часто соприкасаемся с людьми, которые, ну, далеки очень, они могут даже предлагать, там, вино предлагать нам, и, причем искренне предлагать, да, то есть не из чувства понаслаждаться, они просто, ну, в силу того, что находятся на своем уровне, вот, они могут нам предлагать какие-то вещи исключительно из хороших побуждений, там, мясные какие-то блюда предлагать, ну, что-то такое, скажем, некошерное, да, то есть, которое, ну, и, в принципе, мы должны подумать, а как сделать так, чтобы принять и в то же время не обидеть людей, потому что именно вот эта попытка искренняя что-то сделать бескорыстно, оно этим самим людям будет защитиваться как сукритие, но если мы будем принимать эти вещи и наслаждаться этими вещами, мы упадем, осквернимся просто этими всеми вещами, но Бахтиданта с вами Прахупада, он, говорит, он принимал, но все, все подарки он складывал куда-то, никто никогда не видел, ученики делятся его, что происходило потом с этими вещами, потому что многие говорили, что мы кто-то вегетарианское что-то приносили, кто-то вино приносил, при упаде и все принимал и все складывал куда-то, вот, но когда мы проповедуем, мы должны может быть не лично человеку, который искренне предлагает объяснять, вот, ты что мне даешь, что-то не вегетарианское, это же нельзя никак, мы просто человека можем обидеть, а мы должны искренне объяснять какие-то вещи начальные, о четырех регулирующих принципах, какие-то лекции прочитать, какие-то вводящие моменты, всегда самое главное это частный момент, то есть, ну, есть личность конкретная, с которой мы общаемся, которая там появилась, скажем так, да, вот, мы должны иметь опыт, ну, в каком уровне эта личность находится, примерно, оценить, вот, и у нас должна быть идея, как помочь этой личности, ну, как, если, конечно, шел какой-то Майваде, который хочет нас научить, как жить, как бы, это другой вопрос, вот, но если, пришел просто искренне, как бы, ну, как называют, невинные, невинных не бывает, конечно, но мы называем таких людей невинные, которые, ну, не подвержены такому вот жестокому греху, ну, которые искренне, они, как бы, находятся в рамках вот этого, ну, повязанными пороками этого материального мира, но они страдают и хотят избавиться от этих страданий, как бы, мы должны им искренне объяснять, что можно, что нельзя, как бы, вот, и когда люди, вот, ну, если у вас есть возможность заранее предупреждать, просто людям, говорит, приносите там вегетарианские, можно, ну, скажем так, можете дома не предлагать, вы можете приготовить, что-то, а мы здесь предложим, как бы, устроить такой момент, как один из элементов вашей программы, там, скажем, ну, предложение Господа, если вы не готовы, но вам человек предлагает что-то, скажем, ну, скажем, ну, образно говоря, не предложенные орешки какие-то, там, человек искренне предлагает, вы можете там в уме сказать джай гуру деф, как бы, и принять там, скажем, какой-то один орешек, там, просто человека не обидеть. Ну, я так и делаю, я так и делаю. Да, да, может, не слух даже, а про себя просто сказать, поблагодарить человека как-то, и тогда все будет, все будет гармонично, то есть, ну, мы должны всегда понимать, что, если мы и принимаем просад, или, там, какие-то вещи, ну, какие-то там, то, чем нас угощают, какие-то вещи, мы должны всегда помнить о том, что это не для нашего наслаждения нам предлагается, а предлагается для нашего служения, и мы должны всегда оценить, как мы это можем задействовать в служении. Ну, просто, допустим, с деньгами все понятно, то есть нам дают деньги, мы эти деньги берем, потом думаем, или у нас уже есть идея, как их потратить, ну, скажем, на строительство, на распространение просады, на проповедь, на что-то еще, то есть на цветы. То есть это все задействовано. Вот, все остальное нужно думать, потому что приезжали там, очень часто приносят, скажем, печенье или там какое-то блюдо, которое там имеет или лук, или там какие-то ингредиенты, которые мы не предлагаем просто, или яйца там какие-нибудь, да там в печенье часто. Ну, обычно кладут даже. Вот, и мы, в принципе, принимаем это, но предлагать их не можем Кришне. Вот, и сами, в принципе, мы есть тоже не можем. Вот, поэтому, вот, когда, ну, скажем, ну, образно говоря, печенье с яйцами нам привезли, мы точно знаем, что там яйца. Вот, мы, ну, не нужно пробовать, сказать, ну, мы потом решим, скажем, поблагодарить человека, и так, вежливо так. А потом решить, что с этим делать, как бы. Ну, мы обычно отдаем каким-то там соседям, которые едят, ну, какое-то благо, чтобы, так сказать, добро не пропадало, скажем так. Вот, но всегда есть частное решение, вот, но в любом случае мы должны делать это в категории служения. То есть мы должны заботиться о том, как люди, да, ну, заработают в Сукрите, потому что в конечном итоге люди отказываются от чего-то. Ну, потому что для людей там печенье с яйцами – это наслаждение. Они отказываются для нас, чтобы мы, как бы, то есть они пожертвовали чем-то. Но мы должны, как бы, принять это, забрать у них это, и чтобы они заработали в Сукрите таким образом. Вот, ну, опять же, это не то, что мы такие прямо святые, да, такие мессии, которые спасаем людей, там, там, людей обеспечиваем в Сукрите, а, ну, просто у нас роль такая, вот, выделили, как бы нашу нишу. И мы в этой нише должны, ну, совершать свою севу искренне, не гордясь тем, что у нас эта ниша, и в то же время не пренебрегая ответственностью, которую эта ниша на нас возлагает. Вот. Можно скажу по теме как раз? Спасибо. Да. У меня вчера был такой случай, как раз, скажем, сотрудница приехала с отпуска, вот, и пока я там от места ушел, ходил, бродил, подхожу к ресепшену, и лежит какая-то булочка. Я не понял, откуда она взялась. Вот. Ну, с виду похоже на какую-то сладкую такую. Вот. А я стараюсь, ну, такое не есть. Вот. И, ну, думаю, пойду угощу коллегу, напарника. Иду на другой ресепшен с этой булочкой, говорю, типа, откуда взялась? Он говорит, да, там, типа, Марина с отпуска вот тебя угостила. Я такой, ну, приятно, молодец. Ну, я говорю, я такой не ем, а я ему, ну, если что, отдаю все такие дела. Говорю, на, держи. И пока вот мы стояли, разговаривали, подходит Марина эта. Я говорю, типа, спасибо за угощение. Ну, я вот, как бы, типа, не ем. Ну, как бы так прямо и сказал, чтобы, ну, не допускать следующих таких моментов в будущем. Вот. Она говорит, а как ты не ешь беляш? Я про себя думаю, так это еще и с мясом. Вот. Я такой посмеялся. Я говорю, да я мясо уже 13 лет не ем. Как бы, ну, тут уж точно. Вот. И она такая, как так? Типа, давай удивляться там. А как же ты без мяса? Там, вот, у меня муж пытался, я тоже. Вот. Ну, я не выдержала там. Сосиски втихаря ела. Вот. Это самое. Ну, какие-то посмеялись. В общем, вот, живой был такой случай. Главное, что ты это самое, ну, человека не, не это, не ввел в агрессию. А то можно было агрессивно. Да, да, да. Не, не, она спокойно. Да, да. Я говорю, я вот Диму угостил, если что. Это без обидов. Ну, так с пониманием отнеслась. Ну, это хорошее. Я думаю, что... И в следующий раз она уже не будет предлагать то, что не должно. Да, да. Благодарю. Ну, что, дорогие преданные, на этом, наверное, мы закончим, потому что мне надо уже идти, сейчас будет. Вот. Наши поклоны всем. Дам. Наши поклоны, Бахте Оринде. Спасибо, Кришкиш Макарадзе, спасибо, Дадавате, Грия Кришна. Я включаюсь тогда там сами уже, общайтесь.